История становления эстонского государства Часть первая. Под властью иноземных завоевателей. Суверенная Эстония сегодня равный партнер для всех стран мира, но путь к свободе был длинным и сложным. На нынешней территории эстонцы проживают более 10 тысяч лет, но этот край всегда привлекал иноземных завоевателей. Борьба древних эстонцев за независимость закончилась поражением, народ подвергли крещению и закрепостили. С 13-го до 18-го века Эстонии правили Тевтонский орден, датские, польские и шведские короли. В начале Северной войны в 1700 году войска шведского короля Карла XII разгромили армию Петра I. Однако в конечном итоге Швеция проиграла войну и Эстонию присоединили к России. При этом сохранились привилегии дворян, духовенства и городов, а также местное право и лютеранская вера. Официальным языком был немецкий. Такой порядок назывался «прибалтийским особым порядком». В 1816 и в 1819 годах крепостное право в Эстонии отменили. Начался рост самосознания эстонцев. Первой кульминацией национального пробуждения стал всеобщий певческий праздник в Тарту в 1869 году. Большая часть населения Эстонии в XIX веке была обучена грамоте, стимулом к тому было также обстоятельство, что безграмотный мог не получить разрешение на брак. К началу Первой мировой войны число эстонцев с высшим образованием и студентов достигло примерно полутора тысяч. В годы правления Александра III в конце XIX века языком делопроизводства стал русский. Поощрялся переход эстонцев в православие и их миграция в малозаселенные районы России. Вся система образования подверглась русификации. Однако за пределами городов властвовали дворяне из числа балтийских немцев. Шведы-поморы были национальным меньшинством, жившим на побережье Западной Эстонии и островах уже с XIII века. В XVII веке в Эстонию бежали неподчинившиеся церковной реформе патриарха Никона русские староверы. Они поселились на западном берегу Чудского озера и до наших дней сохранили традиционный уклад жизни и религиозные обряды. С развитием промышленности из России в Эстонию стали завозить рабочих. В 1857 году начала работать кренгольмская мануфактура. В Таллине были основаны русско-балтийский судостроительный завод, завод-двигатель и другие предприятия. После Первой мировой войны большая часть русских вернулась на родину. В результате февральской революции 1917 года император Николай II отрекся от власти. В апреле Временное правительство предоставило автономию эстлянской губернии, к которой присоединили заселенную эстонцами северную часть Лифляндии. Губернским комиссаром назначили Яна Поску. В июне был избран эстлянский земский совет, а также совет старейшин во главе с Константином Пятцем. После большевистского переворота Земский совет 28 ноября 1917 года провозгласил себя верховной властью в Эстонии, но большевики разогнали его в тот же день. Действовавший в подполье совет старейшин составил манифест о независимости Эстонии и сформировал, наделенный чрезвычайными полномочиями, Комитет спасения из трех человек. Стремлению к независимости Эстонии угрожали наступление немецких войск и большевистский террор. В этих условиях Комитет спасения Юрий Вильмс, Константин Пятц и Константин Коник провозгласил манифест о независимости Эстонии 23 февраля 1918 года в Пярну, а на следующий день в Таллине. Поэтому днем рождения Эстонской республики считается 24 февраля. На следующий день немцы оккупировали Эстонию, не признав ее независимость. Пятц и другие народные лидеры были арестованы. В ноябре германская армия покинула Эстонию, передав власть эстонскому временному правительству. Немецкие войска ушли, но вслед за ними в Эстонию вторглась Красная армия. Началась освободительная война. Временное правительство Эстонии быстро сформировало армию, в рядах которой сражались также балтийские немцы, ингермланцы и русские. Командующим был назначен полковник Йохан Лайдонер. В декабре 1918 года в Финский залив вошел британский военный флот. На помощь пришли финские, шведские и датские добровольцы. В начале 1919 года Красная армия была вытеснена с территории Эстонии. 2 февраля 1920 года был заключен Тартусский мирный договор между Эстонской республикой и Советской Россией. Стороны признали суверенитет друг друга. Часть 2. Два первых десятилетия Эстонского государства. Весной 1919 года было избрано учредительное собрание, первый парламент Эстонской республики. В июне 1920 года была принята Конституция Эстонской республики, которая гарантировала гражданам все демократические свободы. Независимость Эстонии признали крупные мировые державы. А в сентябре 1921 года Эстонскую республику приняли в Лигу наций. Закон о культурной автономии от 1925 года гарантировал национальным меньшинствам право на культурное самоуправление и право открывать частные школы на национальном языке. Этими правами воспользовались немцы и евреи. Внутренняя политика страны в 1920-е годы была нестабильной. Центральная роль парламента и большое количество партий приводили к частым правительственным кризисам. Свою роль играла также подрывная деятельность Коминтерна. 1 декабря 1924 года боевые группы, сформированные советскими агентами, попытались свергнуть эстонское правительство. Государственному старейшине Фридриху Акелю лишь чудом удалось избежать попадания в руки мятежников. Но народ их не поддержал, и мятеж был подавлен. Всемирный экономический кризис конца 20-х годов сильно ударил и по Эстонии. Последовали правительственные кризисы и политическое торгашество. На первый план выдвинулось популистское, праворадикальное движение ветеранов освободительной войны, так называемых ВАПСов. Их целью было принятие новой конституции, которая дала бы широкие полномочия главе государства, уменьшив роль парламента. На референдуме народ проголосовал за проект конституции ВАПСов. И в апреле 1934 года главой эстонского государства, вероятно, был бы избран их кандидат, генерал-майор Андрес Ларка. Однако премьер-министр Константин Пятц опередил их и взял власть в свои руки, назначив главнокомандующим армии Йохана Лайденера. Последовала эпоха молчаний. В 30-е годы 20-го века во многих странах Европы правили авторитарные, диктаторские или тоталитарные режимы. Авторитарный режим Константина Пятца был довольно мягким, но, тем не менее, демократические свободы были ограничены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...